Бобруйская теплоэнергетика готова к холодам. К осенне-зимнему периоду на территории производственной базы заготовили 5300 кубометров дров и ещё больше щепы. Для постоянного проветривания березу, граб и ольху укладывают штабелями. Важно, чтобы сырьё было сухим, тогда оно горит дольше. В городе у нас 17 котель, которые получили паспорта и готовы к сезону. Также в этом году мы делаем перекладку ПИ-трубы из расчёта 4% действующих сетей. Сетей 256 километров, значит, под замену попадает 9,6 километров. Пока горожане наслаждались летними деньками, специалисты готовились к морозной зиме. Провели гидравлические испытания трубопроводов, проверили оборудование и сделали ремонт. Среди них и котельная на территории бывшего селикатного завода. Отапливает частный сектор, плюс 17-ю школу и 45-й детский сад. Здесь установлено два паровых котла высокого давления. Работают они на газу. Резервное топливо, мазут. Из этой котельной в летний период подаётся горячая вода, в осенне-зимней уже и отопление. Мощности везде разные. Например, котельная на Кирово позволяет подавать тепло в четыре многоэтажки и воинскую часть. В основном здесь используют щепу. А это удобно, недорого и, что немаловажно, экологично. Главный критерий включённых батарей – температура воздуха за окном. Первым делом тепло поступит в больницы, детские сады и поликлиники. Только после идёт жилфонд. Последние в очереди – административные здания. При этом столбик термометра должен держаться ниже 8 градусов минимум пять суток.